Друзья, всем привет! Начинающие электронщики часто задаются подобными вопросами. Что собой представляет отрицательное напряжение? Что собой представляет двухполярное напряжение? И вообще, как напряжение может быть отрицательным? Где применяется отрицательное напряжение? Зачем оно вообще нужно? На эти и другие вопросы мы ответим в данном видео. Итак, поехали! Первым делом давайте вспомним, что собой представляет напряжение. Существует много различных формулировок касательно напряжения, однако нас интересует то, что напряжение это разность потенциалов между двумя точками электрической цепи. Если цепь разомкнута, например, как у нас сейчас разомкнута батарейка, не подключена к нагрузке, то мы измеряем электродвижущую силу батарейки ЭДС. Если же мы подключим нагрузку, там какой-то резистор, лампочку и так далее, то мы уже будем измерять на батарейке напряжение. Проскольку произойдет часть падения напряжения на батарейке. Еще можно условно ЭДС назвать напряжением на холостом ходу, то есть в отсутствии нагрузки. Однако в ряде случаев без каких-либо ощутимых потерь в точности часто подразумевают под одними тем же напряжение и ЭДС. И говорят либо ЭДС, либо напряжение. И вряд ли вы часто слышали, чтобы говорили ЭДС батарейки. Как правило, говорят напряжение батарейки. Мы же будем пользоваться понятием напряжения, даже если будем измерять и, так сказать, напряжение на холостом ходу батарейки. Что собой представляет ЭДС и напряжение, в чем их различие, я уже подробно рассказывал в отдельных видео. Ссылка будет в описании. Здесь же мы будем пользоваться лишь понятием напряжения. Если мы возьмем и измерим напряжение любой батарейки, либо любого источника питания, то мы, конечно же, всегда получим положительное значение напряжения. То есть само по себе отрицательное напряжение, можно сказать, в природе не существует. Чисто как физическое явление. Если рассматривать переменное напряжение, то там несколько иные условия. Там ЭДС изменяет направление и там, в принципе, более корректно сказать отрицательное напряжение. Вот мы измерили с вами напряжение батарейки 1,48 вольт. Если мы возьмем и измерим напряжение двух батареек, предварительно их соединив последовательно и согласно. Согласно это означает, что плюс одной батарейки мы соединяем с минусом последующей. Красный провод у нас плюс, синий минус. Конечно, если мы встречно соединим батарейки, то мы получим результирующее ЭДС, или же результирующее напряжение, равное нулю. При условии, что напряжение батареек будет одинаково. Давайте измерим напряжение и покажем эту схему на чертеже. Черный щуп мультиметра это минус, а красный плюс. Измеряем, видим почти 3 вольта, 2,96. Можно сказать 3 вольта. Покажем это в виде схемы. Пусть имеем одну батарейку 1,5 вольта. И с ней соединенную вторую батарейку такой же величины 1,5 вольта. В данном случае мы с вами выполняли измерение в этих двух точках. То есть получали разницу потенциалов между двумя точками электрической цепи. То есть, как известно, напряжение нельзя просто взять и измерить в одной точке. То есть просто приложить один щуп и знать напряжение в этой точке. Нужно относительно какой-то другой точки измерять. Потенциал часто обозначает буквой φ. Давайте обозначим здесь φ1, покажем, что это у нас точка 1. А здесь φ2, это точка 2. В данном случае мы выполняли измерение напряжения. Общее покажем для двух батареек. В, ну или У, можем написать. У равно. Мы измеряли разницу потенциалов φ1 минус φ2. В этой точке потенциал у нас равен 0, а в этой точке потенциал равен 3 вольтам. Мы получаем 3 минус 0, получаем 3 вольта. Теперь обратите внимание, если мы возьмем и будем выполнять измерение относительно этой точки. Даже покажем, вот что мы как бы ее заземлили. Но тем не менее, покажем ее точкой 3 или же потенциал φ3. Теперь обратите внимание, если мы поставим щуп сюда, отрицательный вольтметра. И будем измерять здесь напряжение, то мы получим, как и ожидаем, 1,5 вольта. И если мы положительный теперь щуп подсоединим в эту точку, покажем V1, V2, то мы здесь получим минус 1,5 вольта. Та точка, относительно которой выполняется измерение, называется общей точкой. Относительно общей точки выполняются практически любые измерения в любой электронной либо электрической схеме. Относительно этой точки выполняется и навадка, настройка различных электронных устройств в конкретных точках по напряжению. И если мы возьмем две батарейки, соединенные нами ранее по 1,5 вольта, и теперь возьмем щуп отрицательный мультиметра, подсоединим к средней точке, а точнее к месту соединения двух батареек и напряжение на верхней батарейке. Мы видим 1,5 вольта, а на нижней мы видим минус 1,5 вольта. Отсюда мы можем сделать сразу же простейший вывод, что отрицательное напряжение это лишь некая условность. Все зависит от того, откуда мы будем измерять, относительно, точнее, какой точки мы будем выполнять измерение. Если мы теперь будем выполнять измерение относительно точки Т1, то есть сюда подключим мы щуп отрицательный, а положительный к точке Т2, то мы с вами получим минус 3 вольта. И в этом, я думаю, мы можем легко убедиться. Минус и плюс. И видим минус 3 вольта, минус 2,97 вольта. Выполним другой опыт. Возьмем, к примеру, одну батарейку и подсоединим к ней 2 резистора по 1 кОм каждый. Здесь мы видим их 3, нам дальше пригодится 3 резистора. Но давайте 2 задействуем. Давайте теперь изобразим нашу, так сказать, сборочку на схеме. Получаем плюс-минус 1,5 вольта батарейка и 2 соединенных резистора равного номинала. Я специально взял равного номинала, чтобы можно было сразу прикинуть величину напряжения. И обратите внимание, здесь мы точно так же имеем уже 3 точки. Все зависит снова, откуда же мы будем измерять напряжение, относительно какой точки мы будем измерять напряжение. Если мы будем измерять относительно нижней точки, сюда поставим минус, так как мы всегда делаем, то здесь мы увидим падение напряжения на первом резисторе половину от величины подведенного напряжения. Мы видим, здесь у нас получился делитель напряжения. По 1 кОм сопротивление у нас равное, значит напряжение поделится между резисторами одинаково. Второй закон Киргофа с учетом закона Ома. Здесь у нас будет 0,75 вольт, здесь 0,75 вольт. А если мы измерим напряжение между двумя точками, например, 1 точка, 2 точка и точка 3, то мы получим, собственно, 1,5 вольта. Но если мы будем выполнять измерение относительно вот этой средней точки, то мы получим 0,75 вольт. Покажем с плюсом, если будем измерять напряжение относительно третьей точки между точками 3 и 1. И минус получим 0,75 вольт, если будем измерять напряжение между точками 3 и 2 относительно точки 3. То есть мы здесь видим, получили делитель напряжения обычный. Также делитель напряжения мы можем получить и на конденсаторах, и на катушках индуктивности. Но на катушках индуктивности чаще всего применяется в цепях переменного тока. Здесь же мы могли подключить два конденсатора. И если бы нам необходимо было бы получить равное напряжение здесь, в этой точке, то емкости конденсаторов должны быть одинаковы. То есть емкость конденсатора С1 должна равняться емкости конденсатора С2. О делительных напряжениях я точно так же снимал отдельное видео. Ссылки будут в описании. Поэтому здесь мы на этом останавливаться не будем на расчетах. А выполним простейшие измерения. Убедимся в том, что все на самом деле происходит так, относительно какой точки мы измеряем. Измеряем, как обычно, скажем так, традиционно. Видим 1,5 вольта. Теперь щуп переносим в среднюю точку. Видим 0,74. И внизу видим минус 0,74. Ну а если относительно верхней точки мы будем измерять, то получим отрицательное напряжение. Прямую аналогию можно провести со зданиями. Пусть у нас имеется двухэтажное здание. Вот как у нас было две батарейки. Один этаж и второй этаж. И мы их соединили между собой последовательно. Это у нас земля. Уровень земли, который мы принимаем как бы нулевым. И теперь у нас есть следующее. Двухэтажное здание. Первый этаж. И второй этаж. Дальше эти два этажа мы можем распределить каким образом. Один этаж у нас будет над землей, а второй этаж под землей. Значит здесь будет один этаж. Первый точнее этаж. А здесь минус первый этаж. И третий вариант. Если у нас оба этажа находятся под землей. Тогда мы получаем минус первый этаж и минус второй этаж. По сути дела здание двухэтажное. Но смотря как на него смотреть. Относительно какой точки смотреть на него. Если человек у нас находится там постоянно где-то под землей. И отсюда ведет отсчет. То для него тогда это будут два этажа. Если он находится на земле. То для него тогда это будет минус два этажа. А если у нас земля проходит как показано в среднем виде. То это у нас как бы получается цокольный этаж. А это первый этаж. Хотя на самом деле уже два этажа. Ну и редко так бывает. Что если человек где-то завису в воздухе. То для него двухэтажное здание будет под ним находиться. Как бы условно под землей. То есть в отрицательном уровне. В общем что мы можем сказать о отрицательном напряжении. О двухполярных источниках питания. Что у нас есть условно некоторое полное напряжение. Ну или даже скажем так все напряжение. И если часть этого напряжения у нас задействуется. Или же бы отсекается вот общей точкой. То значит у нас величина положительного напряжения будет снижаться на величину отрицательного напряжения. Пусть у нас было бы 9 вольт. Если мы взяли разделили на 2. То у нас получается 4,5 вольта плюс и минус 4,5 вольт. То есть те же 9 вольт напряжения. Но измерения происходят уже по-разному. Теперь что касается двухполярного напряжения. То есть как положительного, так и отрицательного одновременно. Где же они применяются? Область применения их наиболее широкая. Это усилители. В том числе и операционные усилители. Да, сразу скажу, что есть однополярные усилители. Там различные микросхемы. Точно так же и операционные усилители. Ну как правило микросхемы усилителей построены с учетом или с применением операционных усилителей. Но что следует понимать, что за счет схемных решений внутри этих микросхем выполняется как бы деление напряжения источника питания. Либо это может быть выполнено в виде различных внешних схемных решений. Если посмотреть на некоторые усилители, то там можно заметить конденсатор, который заряжается до половины напряжения источника питания. То есть в одну часть полупериода, там, к примеру, для усиления переменного напряжения у нас работает одна половина напряжения источника питания, а в другую другая, но за счет конденсатора он выполняет роль источника питания. Но это уже различные схемные решения. Как известно, любой аудиосигнал, да и не только аудиосигнал, а и сигнал любой различной формы, можно разложить в ряд синусоид. Можно разложить на отдельные синусоиды, отличающиеся по амплитуде, частоте, фазе. Например, разложение сигнала на эти синусоиды можно сделать с помощью рядов фурье. Поэтому полезная информация, то есть звук, она представляет собой набор синусоид. Но мы для простоты изобразим одну синусоид. Да, опять скажу, есть, конечно, исключения, их много. Есть усилители постоянного тока. Если рассматривать цифровые схемы, то там применяют только постоянное напряжение. Оно либо есть, либо нет его. Отсюда либо логическая единица, либо логический ноль. Но мы сейчас больше остановимся на классических усилителях, аудио. И нам необходимо для примера усилить синусоиду. Точнее, не саму синусоиду, а сигнал синусоидальной формы. Что он собой представляет? Также вкратце вспомним. Здесь у нас есть какое-то время. Конечно, оно редко буквой. Т обозначается обычно омега-т. Но мы упрощаем здесь. А по величине у нас, по оси Y, у нас будет амплитуда либо тока, либо напряжение. Здесь же у нас нулевая отметка. Здесь у нас положительная область, а здесь минус отрицательная область. И сигнал синусоидальной формы. Мы хорошо знаем. В один момент времени он работает в положительной области, а в другой отрицательной. Здесь показываем плюс, минус, плюс и минус. Поэтому для усиления сигнала переменно очень часто применяют как раз двухполярное напряжение. То есть положительное и отрицательное. Конечно, вы можете задать вопрос. А почему нельзя поступить вот таким образом? Здесь у нас однополярное напряжение. Ноль. Пусть какое-то время. И здесь плюс у нас ток, либо напряжение мы усиливаем. И здесь провести условный ноль. Но этот ноль будет для синусоиды. Для источника питания ноль у нас будет находиться ниже. И можно было бы вот таким образом усилить всю синусоиду, которая бы относительно источника питания, обращая ваше внимание, находилась бы все время в положительной области. И не нужно было бы выдумывать никакие двухполярные источники питания и тому подобное. Так вот, если у вас есть такая возможность, можете собрать схему любую, даже на таймере 555. И попробовать подать такой сигнал, такой формы, либо прямоугольной формы для простоты на динамик. И увидите результат. Возможно, кто-то знает уже. Я думаю, многие знают. Можете написать результат в комментариях. При необходимости я могу снять отдельное видео, рассказать, что там хорошего, плохого. Ну, как правило, что там у нас будет плохого. Почему так не стоит поступать? И так, кстати, сделано в многих таких простеньких функциональных генераторов. Это очень неудобно. Поэтому приходится убирать постоянную составляющую конденсатором, ну, либо РЦ цепью. Поэтому, если вдруг захотите покупать генератор так, чтобы раз купить, и там не жалко, да, денег, там не каких-то там 100, 200, 300 рублей, а ну, а там поболее потратить, то берите нормальный функциональный генератор. Не придется там убирать вот эту постоянную составляющую. Там конденсатором, потом ее подавать на усилитель и так далее, и так далее. Но я очень кратко скажу заранее, что это постоянная составляющая, приводит к различного рода искажениям, к потерям энергии, ну, и таким различным нехорошестям. Поэтому ее нужно убрать. Поэтому такой вариант у нас не пройдет. Он, конечно, пройдет, но будет, скажем, очень-очень неэффективным решением. Поэтому, конечно же, лучше поступить таким образом. Пусть у нас есть батарейка условных там 9 вольт, и здесь у нас есть тоже батарейка 9 вольт. Мы их можем соединить в этой точке, и эту точку принять за нулевую. То есть здесь у нас будет 0. Тогда здесь мы можем усилить сигнал максимум до амплитуды напряжения питания. Ну, на самом деле, чуть-чуть меньше 9 вольт. Ну, простим, скажем, до 9. Главное, что не больше. Здесь у нас будет 9 вольт, а здесь минус 9 вольт. 9 вольт и минус 9 вольт. Хотя, по факту, у нас источник питания суммарный на 18 вольт. Я думаю, те, кто работает с усилителями, они хорошо знают, что даже там, разбирая усилитель, вы видите, что, как правило, там присутствует двухполярный источник питания. Схему рисовать я его не буду, она довольно проста. Как правило, это трансформаторный усилитель, то есть которым используется не импульсный блок питания, а трансформаторный. И трансформатор имеет одну первичную обмотку и две вторичных. Они либо отдельные, либо соединены в средние точки. И дальше два выпрямителя, и здесь мы получаем плюс, какое-то напряжение минус, а здесь у нас общая точка. И вот такой уже блок питания питает усилитель. Ну и, естественно, здесь мы видим положительную половину полупериода у нас будет питать или же усиливать один источник питания, а отрицательную другой источник питания. Это будет выполняться попеременно. Поэтому, что мы можем подытожить, что отрицательное напряжение это всего лишь условность. Все зависит от того, относительно какой точки мы будем выполнять измерение. Однако, эта условность довольно удобна и прижилась на практике, поэтому ей очень часто пользуется. Ну что ж, друзья, я надеюсь, мы несколько разобрались, что собой представляет отрицательное напряжение, двухполярное напряжение. Пишите свои пожелания в комментариях касательно тем дальнейших видео. Подписывайтесь на канал и до новых встреч. Пока!